привет друзья сегодня купил газовую горелку раньше смолил поросят паяльной лампой но это не очень удобно она тяжелая долго разогревается не комфортно в общем и работать и все особенно много забоев вот горелочка выглядит так пропановая баллон 27 литров непосредственно горелочка вот такая сейчас распакуемся посмотрим редуктор 5 метров шланга взял специального для газа этого 5 метров не хватит и так шланг и непосредственно горелочка приобретается на газовых заправках редуктор и сама горелочка но это магазинах специализированных можно приобрести баллон как я сказал и шланг только на заправках рекомендую покупать только на заправках специально горелочка выглядит вот так упаковочке достаем ее здесь на обычную резьбу накручиваем ничего сложного думаю нету редуктор вот такой манометром здесь у нас прокладочка до полиуретановая этой стороной мы подключаем баллона здесь шланг подключается что подключить шланг еще есть вот такой вот переходничок вот так в принципе вот так все выглядит после этого здесь закручиваем сейчас все покажу называется значит региус 168 дпу 53 сейчас все подключим баллона проверим как будет работать изначально баллон значит у нас вентиля закрыт здесь вот пробочка куда подключается редуктор я скручиваю ключ на 27 сначала на редуктор прикрутим переходничок для шланга я уже показывал вот так он выглядит до никаких проголочек здесь нет тоже резьба левосторонние это сделано для того чтобы если редуктор будет плохо вставать он бывает что здесь вот эти ребра мешают ему прикрутиться у нас уже как бы будет шланг прикрученный более всего просто пойдет так в общем ключик на 19 немножко левосторонняя резьба да помните немножко протягиваю совсем сильно не надо так с ума сходить вот так подтянули дальше одеваем шланг такими круговыми движениями я думаю сейчас оденется куда не денется вот вот так получилась такая конструкция на шланг предварительно сразу одеваем два хомута один будет нас к редуктору а второй непосредственно горелки крепить шланг не забудьте потом придется просто все разбирайтесь забудьте протягиваем а муки где к редуктору 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 ну и здесь просто и легко обычная зажимаем хомутом шланг на редукторе на так держится я скажу довольно хорошо и плотно но хомутика горится лишним не будет сейчас осталось буквально пару секунд вот так 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 вот выглядит сборе редуктор со шланг дальше подключаем редуктор баллон сейчас поймете почему я подключил шланг сразу смотрите видите нас редуктор в принципе очень туго встает в этот проем из-за вот этих бортиков которые вроде удобства для переноски сделали но не так он не встанет и так он не встанет из-за манометра не было бы манометра конечно проблем бы не был да то есть либо так либо так моста я выбираю вот такой вариант сейчас покажу как это будет выглядеть резьба левосторонний не забывай вот так шланг в принципе не особо сильно изгибается только так она у нас лезла до манометра не очень удобно будет выглядеть но я не знаю как производители это делает но я думаю не очень правильно они это делать в руки у них слегка нарушили ну потом протягиваем там прокладочка есть так так без особого энтузиазма так туго пошло туго это полуоборотикой нормально дальше собираем непосредственно горелочку здесь вот этот дурный тормоз компенсатор как на автомате практически вот так вот прикручивается руками ничего сложного дальше берем опять шланг и на такой же тут натягиваю натягиваем круговыми в общем также хомутиком зажали на горелочке шланг то есть в принципе конструкция у нас сборе получилось горелочка и редуктор баллона так согласно инструкции у нас наибольшая пропускная способность метров кубических час пять наибольшее давление газа на выходе два с половиной значит наибольшее давление рабочие газа 0 3 ну и погрешность у нас 0 3 сейчас попробую включить значит это вентиль перекрывает непосредственно газ в баллоне этот вентиль перекрывает газ в редукторе то есть выкручиваем вентиль вот сюда практически до конца налево в баллоне газ открывается налево закрывается направо то есть налево направо немножко открывая открывая когда открыли этот вентиль баллона и газ пошел тихонечко до в редукторе редукторе вот этим вот ключом регулируем остановку газа то есть дальше мы им создаем как бы нужное нам давление если вкручивать этот вентиль то газ идет чех если выкручивать мы его останавливаем то есть останавливаем газ где-то вкручиваем допускаем где-то до единички вот здесь чуть больше то есть вкручиваем газ идет выкручиваем он останавливается то есть вкрутили на единице остановили давление здесь вот еще немножко открутили чтобы газ свободно мог идти до на этом непосредственно на паяльной в паяльной на газовой горелке регулировка газа происходит вот этим вот приспособлением крутя налево мы открываем газ слышно да направо мы его закручиваем открываем здесь газ практически на полную видите да у нас она манометре редуктора на манометре редуктора я стал на единички вот такого добиваемся крутя эти три вентиля то есть на баллоне мы просто открыли на редукторе с запасом выше одного сделали и здесь на этом непосредственно на горелке также открыли вот и на это у нас будет рабочее давление газа сейчас попробуем как это все будет выглядеть вот такое пламя получается в принципе опаливание я открыл сейчас на полную я думаю для опаливания свиной кушки как бы достаточно то есть давление перекрываем вентиль вот этот вот красненький как я показал все горелочка не работает после окончания работы этот вентиль перекрываем закрываем все остальные вентиля не трогать то есть у нас все настроено потом только сам на баллоне вентиль открываем закрываем закрываем и для того чтобы соединения все равно небольшие утечки скорее всего у вас будут ну плотности вряд ли вы достигнете идеальной ну поэтому чтобы газ не не расходовался напрасно и не в взрывоопасной обстановке конечно вряд ли будет ну вот так ну ладно потом посмотрим как свинка будет политься газовые грелки следующий этап опаливания заключается в снятии верхнего слоя шкуры сейчас покажу как это будет выглядеть и и Ждем, вот это где-то до такого состояния. Все, вот, внутри где-то шли. Вот, такой ножом, супы, вот такие, смотрите, такой ножом. Вот, вот, шкуру снимаем, продолжаем шкуру. Вот такая где-то свинка у нас, в общем, получилась. После второго этапа, когда мы сняли грязную шкуру. Немножко грязнее, не страшно абсолютно. И третий сейчас у нас будет называться чергения. То есть мы сейчас будем просто лампой, ой, горелкой, никак не могу отвыкнуть от лампы паяльной. На самом деле, горелка раза два ускоряет процесс газовая. Она легкая, удобная, маневренная. Так что рекомендую использовать газовую горелку для этих целей. Если свинка молодая на полугода, сильно ее тоже пережаривает. И стоит, тоже нежная, у вьетнанца будет лопаться немножко. Аккуратно, в общем, это все делаем. И не усердно. Всем пока, ребята. Если информация была полезной, познавательно. Ставим лайк, подписываемся на канал.